То есть единство противоположных началов распроилюстрировано. Пять стихий в пределах одного из шести направлений пространства меняют по две причины бытия. Согласно с темой Калачакры, пять буд с озерцами, эманированные из Ади Будды, из начального Будды этой системы, распадаются на нижележащем плане на ряд. Пять тихий, они будут мужских, пять женских. Каждая пара отрицетствует стихию. Так что женщины слышат так же, как и мужчины на плане Акаши, но по-своему. Дальше прикосновения имеются как у мужчин, так и у женщин, но восприятие по-своему. Если разделять эти вот аспекты, да, то целостной картин не будет. Видят и мужчины, и женщины, но каждый по-своему, да. И дальше прикосновения, то есть слух и запах, вкус и запах то же самое. Пять тихий, они будут, или пять пар тихий, они будут, или десять тихий, они будут, кажется, это створяет суть нашего чувственного восприятия мира. Так, вот, эту последнюю мысль мы взяли из тибетской живописи, опять издания Юрия Николаевича Мереха, 2002 года. Мы заметили о том, что пять стихий объединяются в рамках одного направления пространства. Объединяют десять причин бытия. Двое оставлены за границами направления пространства. Белые с одной стороны, черные с другой. Направление пространства, это земля данных принципов. Если вы сейчас можете сориентироваться, то мы сейчас можем идти в направлении пространства. Если вы как-то будете говорить. Направление пространства от черного дракона, от белого бока. Где десять причин бытия проявлены. А тигров и зайцев нет. Но это именно время тигров и зайцев. Это их земля. Название этого направления пространства определяется как необходимость поворота полиса учения. Тигры родили зайцев, то есть тигры родили знания. И это знание теперь должно быть реализовано. Черный тигр и черный заяц за пределами этого направления пространства. Это начало нового цикла для рождения новых знаний. Спасибо, Александр Михайлович. Если вам не долго, вы можете попробовать. Саша, извиняюсь. Давай сейчас отсутствие. Сейчас, мне Александр Михайлович обещал помочь, чтобы я вот так находил. Итак, что мы находим? Критерий палача приведет в основание построения циферблата часов. Так мы эти знания приводим до уровня суток. Иллюстрации этих знаний. Принцип, из которого создает калачатор, размещается на четырех низших планах бытия. Так, план прообразов определяет внешние пределы системы. Что здесь, да? План прообразов. Внешние пределы системы. Выходит три выше, за пределами системы калачатор. План разума и творчества дает нам для целостной системы порождается здесь причина бытия в области 12 верей. Созвездие Рыба, да? План вещественный. Пять стихий. Или мужской и женский принцип системы. Распространяется от Девы и до Водолея. Значит, Водолея. И план материальный дает нам всем энергии, проявленным. Это план Созвездия Рыба. Ади Будда определяется на плане прообразов. Ади Будда, Созвездия Рак. Это единый элемент, единая причина существования. Вот почему мы сейчас обращаем ваше внимание. Мы прожили это время, и вот эти аспекты мы с вами должны были проявить, заложить причину. Кто не знал, тот это сделал в лучшем случае интуитивно. Мы это делали сознательно. Я знаю. И таким образом входили в вибрацию с этим, значит, пространственной силой. Дальше, Тхьян Кагана, Семеничная Иерархия, на плане разума и творчества. Они-то и дарят нам как раз двенадцать причин прития. Соответственно, Тхьяне Будды, пять мучших первенств, на вещественном плане представляют нам разворот 30 принципов Калачака, да? Большая часть их успеха. Мандала обозначает круг. Важную роль в системе буддийского искусства играет мандала, которая символизирует горизонтальную модель Вселенной. Вместе с мириадами миров, солярными принципами, бесконечными формами жизни, многомерным сознанием. Постижение такой Вселенной приводит к созданию различных форм философии, метафизических спекуляций и очень утонченной психологии, так как Кала означает не только время, но и невидимый, несоизмеримый, динамический аспект, присущий всем вещам. Вы сейчас знаете, сколько календарей, сколько, значит, там есть, в том числе и спекуляций, но все пытаются в круге определить свои какие-то представления, да? Адепты Калачакры, прошедшие несколько обрядов посвящения, могут под руководством учителя входить в мистический транс и видеть созданную ими в уме мандалу Калачакры, сверкающую ослепительным блеском, являющейся истинной мандалой божества, на которой они медитируют. Сейчас Александр Михайлович, что-то будет сложнее, что-то. Калачакра дана для благоденствия странам. Вот вы еще раз представьте, кто отвергает, тот лишает себя возможности благоденствия. Надо изучать, да? Постигающий Калачакру может достичь посвящения за одну жизнь. Так, мы нашли в работе Шамбала Николая Константиновича Релиха такую мысль. Учение Калачакры содержит весь материал, который может быть приведен для величайшей пользы. Что содержит Калачакра? Есть ли в ней какие-либо запреты? Нет. Высок учения выдвигает лишь только конструктивное. Вот иллюстрация еще такого момента. Значит, в книге Делыковой, это ученый-востоковед тибетской литературы, она приводит цитату из «Тайной доктрины». Но поскольку запрещена была Емельина Петровна, она эту цитату приводит без кавычек. Я потом эту цитату одну к одному нахожу в «Тайной доктрины». Вот Делыкова писала. В раннем буддизме опыт пространства признавался как важный фактор медитации. Вот у нас пространство внешнее, внутреннее, да? Например, в четырех божественных состояниях сознания. Александр Михайлович, вы делали одного направления пространства. Крест, да, покажет? В отродуксах. Да, в четырех божественных состояниях сознания, в которых, первое, чувство самоотверженной любви, одна точка креста, через два на третье. Сострадание, через два на третье. Ответной радости. И в конце направления пространства, в четвертой точке креста, духовное спокойствие, проецируется одно за другим в шести направлениях пространства. Этот крест шесть раз поворачивается. А именно, четыре стороны света, Теревью, Запад, Восток, Зенит и Надьев. Вот что такое шесть направлений пространства, да? То есть, как бы, вся сфера нашего бытия. И эти направления должны быть четко представлены для того, чтобы провести сознательный опыт ощущения пространства и постижения его человеческим разумом. Дальше мы находим фразу «Стайной доктрины». Три огня с четырьмя подразделениями, которые мы можем отнести как раз к феномену рождения двенадцати причин бытия. Они группируются в трех крестах или четырех треугольниках. Каждое взаимодействие, да, или... Ну, можно вот крест определить, как четыре точки, так же, как треугольник большой. Вот большой треугольник, красный заяц, например, красный кабан и красный коза. Так же, Саша, да? Красный заяц, красный кабан и красный коза. Так же, как и по кругу времени, эта череда идет треугольник, крест повторяется. Если разделить 60-летний круг вертикальным диаметром, то у нас два сектора получаются причинности и следствия. Вот черное пламя – причинность, а в деле пламя – ручка. Время – причинность и время – следствие. Второй горизонтальный диаметр, горизонтальный круг, да, мир горный, мир духа выше горизонта, мир долины, мир материи. Таким образом определяется четыре качественных отрезка времени, в серединных точках которого является духовный крест колеса времени. Духовный крест колеса времени. Вот желтый, Саша. Желтый, черный, красный синий. Духовный крест, да? Да. Мы видим в духовном кресте колеса времени пару, обладающих женским признаками, это вот телец, желтый и черный скорпион, мать и дочка. И обладающие мужским. Это лев и водолей. Лев мужской, отец водолейцы по приоритету, да? Лев водолей являет энергией жизни и сознания, а телец и скорпион, соответственно, являют материальной основой нашего бытия. Треугольник, вписанный в круг, дает нам три точки, или три сектора, три тропы. Вот дадим определение о каждом из этих шагов. Первый, тропа духа. От красного зайца до красной собаки. Тропа сознания. От кабана красного до красной лошади. Соответственно, времена этих принципов. И тропа мудрости. По 20 принципов, да, включая этот тропа мудрости. Сейчас мы не прошли еще все время. Но сегодня живущие люди представляют у нас все, весь круг Калача Края. Все три тропы, значит, три какие-то совокупные качества сознания, они присутствуют у живущих ныне людей. Но если вы не очень устали, то мы сейчас пройдемся по этим кругу. по этому кругу. Правда? Итак, Новая долина, вершина колеса времени, проявление силы липиков, оранжевый луч, направление пространства света, продолжение из предыдущего круга, рыбы и дальше овен разделяют это пространство. Мы начинаем вот с красного зайца, сейчас я буду работать. Красный Заяц. Мы даем высочайшее определение этих признаков. Не то, что вы найдете в любой другой системе, а то, что вот на сегодняшний день мы осознаем. Красный Заяц. Знание Духа. Первый период творения. 8-7 год соответственно. Я надеюсь, вы тоже знаете себя на этих признаках. Сейчас вы узнаете, как вы обозначаетесь. Высочайший москетник. Второй. Желтый дракон. Божественная мудрость. Второй. Переудотворение. Желтая змея. Божественный разум. Третий. Переудотворение. Белая лошадь. Высшая справедливость. Законы времени. Четвертый. Переудотворение. На спине белой лошади. Она несет систему. Эмблеву калачакры. Намчукла. Сам. Высшая справедливая. Четвертый период. Белая коза. Нынешняя наша неделя, которая заканчивается. Проявленная любовь. Или три драгоценности. На разных планах. Будда. Санха. Харма. Закон учитель и ученики. На плане общественного сознания. Внутри человека. Адма. Будхимана. Те же самые три драгоценности. На спине у белой козы. Три драгоценности. Обозначены системой буддийского отчетворения. Мы находим, что коза. Принцип вообще. Мы это потом покажем. Это крия шахты. Чистая мысль. Как белая коза. Это завершенное состояние крия шахты. Вот мы сейчас проживаем эту неделю. Был 91 год белой козы. Сейчас мы с вами должны мыслить чисто. Это же время такое. Крия шахты в своем завершенном охотном состоянии. Вот такая белая коза. Дальше мы выходим в следующий знак Зодиака. Через градус обретения прибежища. Пройдя крупный, еще раз пройдя в этот сектор. Этот сектор уже называется Великое прибежище. Один из титулов Далай-Ван. Мы с вами вот сейчас в нашем собрании тоже обретаем прибежище. Это особо обретение прибежище к теософскому движению. Созвездие Тельца или Божественный Ум. Аум. Первый сектор Духовного Креста Колеса Времени. И, соответственно, план Божественного Ума. Вот его представители. Черная Безьянка. Духовный человек. Новый человек. Первый год отцетворения мира по славянскому лету исчислению. Шестой период творения. Следующий черный петух. Птица Города. Бог обучает. Седьмой период творения. На этом заканчивается творение в Библейске. Лена, в котором он сказал, человек должен был сотворен в нашем вот времени. Девятый период творения. И суть человеческого восхождения сознания мы в Тайне это переноходим. Девятый период творения. Сейчас мы к нему подходим. Синяя собака – это личностное, интуитивное мышление. Восьмой период творения. Сердце Божественного Ума. Синий кабан – форма сознания. Девятый период творения. Теософия – синего кабана. Человек современный должен быть теософом. Или теософ – это представитель современного человечества. Вот такое заключение сделает, принадлежа к этому принципу синего кабана. Итак, вот этот принцип, разъедет девятый период творения, о котором Лена Петровна говорил в Тайне-карте. Дальше. Красная Божия. Завершает сектор Божественного Ума. И есть последний принцип реализации человеческого естества. Карма, Духа. Она завершает реализацию человечества. Потому что следующий принцип, Красный Быв, в следующем созвездии – Бог Яма. Это первый человек, умерший первый человек, стал Богом Царства Мертвых. Он там первый был, значит, стал самым главным. Потом мы находим удивительную вещь – отношение к феномену смерти. Смерть – это вхождение человека в мир Богов. Только умерев, человек может войти в мир Богов. И Бог Яма его здесь встречает. А завершается мир Богов – Белый Быв Бог. Вот сектор чисто Божественных, высочайших Божественных феноменов. Мы сейчас реально существуем в этом отрезке времени. Мы, находясь на Земле, воплаченном состоянии, наше сознание должно существовать на плане Бога. Итак, вот Красный Быв, это Бог Яма, Бог Смерти, открывает сектор Махата, мирового разума. И неспроста, потому что осознать феномен мирового разума человеческого не под силой. Человек, как класс человеческого существа. Желтый тигр – рождение мудрости. Желтый заяц – знание об этой мудрости. Белый дракон – завершенная мудрость. Белый змея – завершенный разумом. И на планах бытия – рождение Фохата. То есть, по сути, Белый Змея – это и есть Фохата. Мы вошли с вами в мир Богов до Белого Быка, а так и в новое направление пространства входит в Чёрной Лошади, которая относится как раз к феномену проявления Парабрамана. Это его место проявления. Чёрная Лошадь – жажда существования. Так же, как она иллюстрирует феномен мулопрокрития. Созвездия Рак – вода. И чёрная Лошадь – вода в воде. Вот феномен мулопрокрития или корня материи. Чёрная Коза – рождение любви. Или представитель Парабрамана.